Приветствую вас, товарищи трейдеры, с вами Евгений Багураев. Это очередной видеообзор валютного рынка, основанный на измененном волновом анализе Эллиота. Напоминаю, что торговые планы я строю по торговой системе «Умная торговля». И у вас еще есть возможность записаться в группу, которая стартует буквально уже на днях. Для того, чтобы записаться на курс «Умная торговля», необходимо со мной связаться по скайпу. Мой скайп вы видите на экране, Джеки Хаппи. Если вы хотите научиться профессиональному техническому анализу, то связывайтесь со мной по скайпу и присоединяйтесь к нашей группе. Итак, по валютной паре евро-доллар. На прошлой неделе у нас был нисходящий тренд, мы находились в конструкции уровня H4, в нисходящей конструкции. Помните, у нас была предполагаемая волна А вниз, вот она волна А вниз, вверх формировалась волна Б. И мы рассматривали продажи на завершении вот этих вот подволн волны Б. Здесь у нас было завершение, здесь у нас была продажа. Профит, как и ожидалось, на 138,2 мы закрыли. В принципе, цена прошла дальше, даже ниже 161,8 прошла. Но мы закрыли на 138,2, потому что был такой торговый план. В принципе, 93 пункта прибыль. Я считаю, что прибыль неплохая. Сейчас по-прежнему конструкция у нас нисходящая. Только теперь у нас уже есть нисходящая конструкция уровня H2. Единственное, что здесь не совсем удобно для покупок, то что у нас очень высокий наклонный канал. То есть для того, чтобы нам искать покупки на пробитии наклонного канала, уже должно пройти большое движение вверх, что будет невыгодно для покупок. Поэтому предлагаю рассмотреть покупки на пробитии пивота 2 вот этой вот нисходящей волны, волны С. То есть что нам надо? Нам нужно, чтобы мы пробили пивот. После этого обязательно получить волну коррекции, волна B. И после того, как мы получим волну коррекции, внутри этой коррекционной волны можно будет купить. Вот такая вот может быть покупка. Это самая ранняя покупка, которую я здесь вижу. Почему? Потому что тренд у нас нисходящий. А как мы знаем, против тренда торговать очень дорого. Возможно, это разворот. Возможно. Но опять-таки, вы, наверное, слышали, по новостям смотрели, что вчера Дональд Трамп снизил налоги в Соединенных Штатах. И, конечно, это может привлечь новых инвесторов. Привлечение новых инвесторов, естественно, повысит спрос на американские деньги. Поэтому, возможно, что доллар будет укрепляться. Соответственно, если будет доллар укрепляться, то евро будет дешеветь. Поэтому здесь пока я покупки не рассматриваю. То есть, как минимум, должен быть пробит пивот. После этого коррекция. И после коррекции уже на внутренней конструкции можно будет купить. Опять-таки, если покупаем на внутренней конструкции, на уровне 1.18.38 переводим сделку без убыток. И дальше уже можно смотреть по FIBA уровням. Или уже ловить какие-то такие большие уровни. Тот же пивот от вот этой вот нисходящей конструкции в районе 1.20 ровно. Для того, чтобы нам продавать, желательно сейчас, чтобы у нас вверх получилась все-таки волна. Что нам это даст? Давайте мы разберем на более меньшем. Ну, сейчас мы, кстати, идем вверх. Это очень хорошо. Итак, вот у нас есть вверх волна А уровня М30. Вниз коррекция волна В. Вот она волна В. И нам нужна вверх волна С. Чем она будет для нас хорошая? Тем, что здесь пивот, который может задержать цену. Если пивот сдержит цену. Вот он этот пивот. То есть, вот он. Вот оно пивот. Если мы подойдем сюда, его не пробьем или пробьем, там буквально ложное какое-то пробитие на несколько пунктов будет. То это нам даст усеченную восходящую конструкцию. Как мы знаем, усеченные восходящие конструкции чаще в волнах В. То есть, чаще они являются под волнами волны В. А волна В – это коррекционная волна. Следовательно, вот эта вот вверх – это будет волна В. То есть, это будет волна А вниз. Это вверх В. И, следовательно, мы потом получим волну С. То есть, нашу главную волну, которую будем брать в профиль. То есть, самую большую волну. Поэтому, в любом случае, для продаж я все-таки подожду, когда цена дойдет до пивота. После этого построю наклонный канал. Ну или не до пивота, до максимума. В принципе, не обязательно до пивота. Главное сейчас получить восходящую конструкцию. Для того, чтобы можно было построить наклонный канал, который будет защищать это восходящее движение. То есть, для чего мне это надо? Для того, чтобы не зайти против тренда. То есть, это тоже какой-то внутренний тренд. Когда я смогу построить наклонный канал? Ну вот сейчас я его построил чуть-чуть заочно. То есть, здесь еще несколько пунктов надо вверх пройти. После этого мне нужно будет пробитие наклонного канала. Коррекция. И на пробитие предыдущего минимума, точка входа на приусеченное С. На пробитие минимума я ставлю отложенный ордер на продажу. Вот такая вот продажа. Естественно, на минимуме, на уровне 1.17.20, я перевожу сделку без убыток. Для определения главной цели профита, натягиваем фибосетку на нисходящую волну, на нашу главную нисходящую волну. Делаем ее импульсной. И вот они, наши цели. В принципе, я думаю, что есть смысл закрыть на 138.2. Почему? Потому что здесь скопление FIBA уровней 261.8 от нашей главной конструкции и 138.2. Поэтому в районе 1.16.12 я предлагаю закрывать продажу. В принципе, здесь будет неплохая прибыль, больше 100 пунктов, больше 150. Это нормально. По валютной паре фунт-доллар уровень 1.36.33 был не взят. Что нам дало вверх волну B? То есть вниз у нас была волна A уровня H1, вверх B уровня H1. И вниз сейчас у нас есть волна C уровня H1. Но при этом уровень 1.33.40 сдержал продавцов. Как видите, пробить уровень не удалось. И сейчас у нас есть восходящее движение. Но это движение столкнулось с наклонным каналом, который мы построили, который защищает вот это вот нисходящее движение, которое сейчас есть. Поэтому покупки я рассматриваю после завершения нисходящей конструкции пробитием наклонного канала. Это обязательное условие для покупки. Пробили наклонный канал, после этого скорректировались. И после коррекции внутри коррекционной волны, внутри волны B, под волна A, под волна B и вверх под волна C на пробитие под волны A я покупаю. Вот такие вот могут быть покупки. На максимуме волны A перевожу сделку без убыток. Почему? Потому что знаете про ловушку для профи, о которой писал Williams. И он писал мне просто так о ней. То есть на самом деле может быть разворот, то есть может быть какое-то пробитие ложное, и после этого разворот. Можно закрыть просто часть сделки и не переводить стоп-лосс, тоже как вариант. Следующая цель для покупки, это pivot 2 нашей нисходящей конструкции, район 1.3596. И следующая цель можно как 1.3633 уровень, который как раз мы разбирали на прошлой неделе. Также можно на 1.3658. Для того, чтобы продавать валютную пару, как видите, уровень 1.3340 оказался очень сильный. Поэтому или мы подойдем вверх к верхним уровням, и отсюда уже можно будет рассматривать какие-то продажи на нисходящей конструкции. Или нам все-таки нужно пробить этот уровень, то есть чтобы медведи показали свою силу, после этого скорректироваться вверх. И как на ретесте уровня 1.3340, так и на внутренние конструкции, то есть это, например, волна B, может быть она будет такая волна B. И после этого вниз волна A, вверх волна B, коррекция. И вниз C на пробитие волны A можно будет продавать. Но в данном случае, я думаю, что не раньше. Почему? Потому что, несмотря на нисходящую конструкцию, уровень 1.3340 оказался очень сильный, поэтому здесь просто сейчас нет смысла продавать, потому что цели очень маленькие. По австралийскому доллару были отличные продажи. Как вы помните, покупки я не рассматривал. То есть для того, чтобы покупать, мне нужно было, чтобы цена все-таки хорошо прошла вверх, и после этого могли быть какие-то покупки. И для того, чтобы продавать, мне нужна была внутренняя коррекционная конструкция, которая состояла бы не из нескольких свечей, как вот в этом случае, где мы с вами разбирали. Как видите, потом было вот это вот пробитие, о котором я вам говорил, и после этого цена пошла здесь вверх. Мне нужна была восходящая конструкция, состоящая из трех подволн. Давайте я перейду на М15 и покажу, где они есть. То, как раз о чем мы с вами и говорили. Итак, вверх есть волна А, вниз В и вверх волна С. То есть вот она конструкция, именно восходящая нормальная коррекционная конструкция, которая дала вот эту вот силу для нисходящего движения. После этого я построил наклонный канал, пробитие наклонного канала, коррекция, импульс. Все, здесь была продажа. То есть продажа очень простая. И опять-таки, уровень профита тоже определен очень просто. Что для этого я сделал? Вот у меня натянута фибосетку на главную конструкцию уровня H8. Здесь мы видим уровень 161,8. И после этого натянул фибосетку на внутреннюю волну А, то есть на подволну А в волне С. Также натянул фибосетку, также импульсную. И здесь у нас уровень 138,2. То есть это синтез фиба уровней, который на курсе умная торговля мы проходим. И как видите, вот этот уровень 138,2. Цена дошла до этого уровня. Здесь закрылась сделка с прибылью 120 пунктов. И после этого началась какая-то коррекция. Ну, на синтезе, на скоплении уровней я закрываю. То есть цена прошла дальше. Ну, это не страшно. В принципе, профит взят хороший. Поэтому цель взята, самое главное. Сейчас нисходящая конструкция уровня H4 завершилась пробитием наклонного канала. Вот мы видим сейчас вот эти вот свечи. То есть, в принципе, возможно мы пойдем вверх. Возможно. Может быть, это коррекция и просто повышение волнового уровня. Поэтому мы разберем и покупки, и продажи. Итак, конструкция вниз завершилась. Возможно. Пробитием вот этого вот наклонного канала. Что мы видим? Мы видим волну А вверх. Вот она наша волна, которая сейчас у нас рисуется. Вот она. Для того, чтобы нам покупать, нам в любом случае нужна коррекция волна B. И после того, как будет коррекция волна B, внутри этой коррекционной волны, можно будет рассматривать покупки. Но не забываем, что тренд у нас все-таки нисходящий. И в конструкции уровня H8 мы находимся еще в нисходящем тренде. И конструкция уровня H8 нам об этом говорит. То есть, она еще не завершилась. И поэтому вполне возможно, что мы пойдем дальше вниз. Поэтому покупки рассматриваем меньшим риском. То есть, меньшим лотом. Вот такие вот покупки. Для того, чтобы нам рассматривать продажи, нам точно так, как и на прошлой неделе. Вот у нас было здесь движение вниз. Как видите, здесь сейчас тоже есть движение вниз. Нам нужна вверх трехволновая конструкция. В принципе, она здесь у нас уже есть. Давайте перейду на M30 и я вам ее покажу. Так, вот у нас есть вверх волна А. Волна Б. И вверх сейчас у нас уже сформировалась волна С. Строим наклонный канал, который будет защищать вот это вот восходящее движение. Вот он, наш наклонный канал. Для того, чтобы нам продавать валютную пару, нам нужно пробить наклонный канал. После этого получить волну коррекции, волну Б. И после этого на пробитии минимума мы продаем. Вот такая вот продажа. Естественно, на нашем минимуме, на уровне 0.7799, мы переводим сделку без убыток. Потому что может быть фигура двойное дно. И зачем нам получать убыток? Лучше здесь перевести сделку без убыток. Если будет силы для дальнейшего снижения вниз, то мы и так пойдем вниз. Если не будет силы, то лучше закрыть сделку по без убытку. И потом открыться уже на покупку. А для определения тейк профита нам нужно натянуть фибосетку на волну А нисходящую. То есть именно на вот это вот нисходящее движение, которое было на прошлой неделе. Натягиваем фибосетку. И вот она наша цель 0.77. Здесь, наверное, не 0.7. Здесь, наверное, все-таки лучше вот так выше поднять. 0.7727. Это цель для продажи. По новозеландскому доллару у нас были продажи. Низ была волна А. Как и предполагалось, волна А уровня H2. Вверх коррекция волна Б уровня H2. И уже на волне С уровня H2 у нас были продажи. Сейчас конструкция нисходящая завершилась. Причем было сначала завершение конструкции уровня H2. Увеличение волнового уровня. И как мы видим, волна С уровня H4 является усеченной. То есть она на том же уровне, где и волна А уровня H4. То есть здесь у нас получилась фигура двойное дно. И сейчас мы видим, у нас есть восходящее движение. Когда мы можем рассматривать покупки? Вот он, наш пивот. Пивот является очень сильным уровнем. Поэтому для того, чтобы нам можно было рассматривать покупки, нам нужно его обязательно пробить. Итак, вот у нас есть волна А вверх. Вниз после этого нужна будет волна В. И когда мы получим волну В, в принципе волна В может быть более глубокой. Внутри волны В мы ищем покупки. Под волна А, под волна В и вверх под волна С. Вот такие вот могут быть у нас покупки. Цели для покупок можно определить как по FIBA уровням, так и по визуальным уровням, которые мы видим. В принципе, вот он у нас хороший уровень. Этот можно удалить. Пивот 2 нисходящей волны. Уровень 0.7340. Здесь цена может быть сдержана. Как видите, уровень очень сильный. И поэтому, в принципе, я думаю, что этот уровень и держать нам целью для покупки. А для того, чтобы продавать валютную пару в новозеландский доллар против американского доллара, нам нужно перейти на меньший таймфрейм и разбить вот это восходящее движение. Потому что, в принципе, здесь у нас пивот, как мы уже определились. И пивот может сдержать вот это восходящее движение. Поэтому разбиваем на подволны вот это вот восходящее движение, которое у нас сейчас имеется. Под волна А. Вниз под волна Б. И вверх волна С. Вот она, в принципе, сейчас уже мы ее видим. После этого строим наклонный канал по этому восходящему движению. Он очень легко строится. Вот он наш наклонный канал. Для того, чтобы нам продавать, нам нужно пробить наклонный канал. После этого получить волну коррекции обязательно. И после волны коррекции на пробитие минимума мы ставим ордер на продажу. На минимуме, там где у нас и нарисовалась фигура двойное дно, уровень 0.7166 обязательно переводим в сделку без убыток. Для определения уровня профита натягиваем фибосетку на нисходящую волну. Вот она, наша главная нисходящая волна. И вот они, наши цели. Уровень 123.6, 0.7110. Уровень 138.2, 0.7062. И уровень 161.8, 0.70 ровно. Это наши цели для продаж. По американскому доллару против швейцарского франка были короткие покупки на завершение вот этой вот нисходящей конструкции. Здесь, в принципе, 50 пунктов. До уровня мы дошли, как ожидалось. Ну, я здесь перевел сделку без убыток, поэтому здесь я ничего не заработал. После этого было нисходящее движение. Потом опять мы подошли к уровню 0.9763. И сейчас у нас опять есть нисходящее движение. То есть такой флет. При этом конструкция, возможно, уровня H4 завершилась. Потому что мы видим, здесь есть небольшое пробитие наклонного канала. Но при этом нет еще пробития пивота. У нас пивот здесь очень глубоко. То есть до пивота еще далеко. И пробития отката B на индикаторе авиационного осциллятора тоже нет. То есть здесь такое замедление есть. Но при этом вниз на индикаторе авиационного осциллятора стойки и гистограммы не опускаются. Поэтому пока предположительно, это возможное завершение нисходящего движения. Если это так, то мы дожидаемся нормального движения вниз. То есть будет волна А. После этого нам обязательно нужна волна В. Причем волна В, чтобы была не состоящая из нескольких свечей. Там какая-нибудь малюсенькая. А нормальная волна В, которая состоит из как минимум трех волн. То есть нормальные три волны. И когда мы получим волну В, внутри этой волны В уже можно будет продавать. Под волна А. Под волна В. И вниз под волна С, на которой мы в принципе и продаем на пробитии под волны А. И опять-таки эта продажа будет ниже уровня 0.96.96. Когда мы можем рассматривать покупки? Только на завершении вот этого нисходящего движения. Как видим, оно у нас есть. То есть вот у нас есть конструкция вниз волна А, вверх В и вниз С. То есть конструкция у нас есть. В данный момент она является усеченной, потому что волна С очень короткая. Это хорошо для восходящего движения. То есть если мы дальше не пойдем вниз, если уровень 0.96.96 держит продавцов, то будет возможность для дальнейшего роста. Для этого нам необходимо пробить наклонный канал. После пробития наклонного канала получить волну коррекции. И внутри этой волны коррекции мы можем рассматривать покупки. Также можно рассматривать покупки не только внутри коррекции, но и на пробитии максимума. На уровне 0.97.63 переводим сделку без убыток обязательно. И для определения профита натягиваем фибосетку на нашу главную волну. Делаем ее импульсной. И вот наша цель уровень 138.2. 0.98.44. Если мы продаем, то натягиваем фибосетку на нисходящую волну А. Вот, например, она у нас такая. И цели 161.8, 138.2 по фибор. На этом все. Зарабатывайте вместе с нами. Профита вам и благополучия. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok